Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Вайера. И здесь один из эпизодов Тора нам рассказывает про такое место, которое называлось Сдом. Все знают про Сдом, садомитяне, очень-очень грешные люди, которые запретили делать добро другому человеку на законодательном уровне. У них в Конституции было написано, запрещено помогать. Это закон. То есть обычно есть люди хорошие, есть плохие. Но в принципе по закону нужно быть хорошим. Не убей, не укради. И все понимают, что хорошо помогать. Но в Сдоме нет. У них была идеология, религия и закон запрещено кому-то помогать. И поэтому Всевышнему пришлось. Это было практически одноразовое такое явление, что Всевышний какое-то одно место уничтожает полностью. Давайте обратим внимание здесь на очень-очень интересный такой нонсенс, человеческий феномен. Тора нам рассказывает, что был племянник Авраама, Лот, который сказал, я не хочу больше ходить с Авраамом, с его Богом. Я ухожу от Бога. Так сказал Лот. В какой-то период он был соблюдающим человеком, он был богобоязненным, он верил в Бога и так далее. Был с Авраамом, они шли вместе. На каком-то этапе он передумал и сказал, я больше не хочу ни Авраама, ни его Бога. Я пойду в дом, пойду вот к этим ужасным людям, пойду туда. Все. Он свернул с прямого пути. В нашей недельной главе мы видим, что приходят ангелы, которых он не знал, что это ангелы поначалу. Пришли люди к нему в гости. И Лот говорит, о, приходите ко мне в гости. А когда весь город узнал, что у него там гости, а запрещено принимать гостей в доме, помогать человеку. Лот умоляет всех горожан, оставьте моих гостей. И он говорит, возьмите моих дочерей, только не трогайте моих гостей. Он проявляет и делает заповедь гостеприимства на каком-то заоблачном уровне. Точно так же, как Авраам принимает гостей и делает для них вообще невероятные вещи. Лот точно так же себя ведет. Он за своих гостей готов свою жизнь отдать, своих дочерей отдать. Когда он спустил в дом вот этих людей, помочь им, накормить их, дать им ночлег, он рискует жизнью. И он готов рисковать жизнью ради того, чтобы помочь людям. Давайте определяться. Лот, он хороший или плохой человек? Он правильно себя ведет, свою жизнь? Он его правильный путь или неправильный выбор? Он же ушел от Бога. Он сказал, Бог, Авраам, я не хочу вас. Он видел, какие чудеса Бог делал Аврааму. Он видел, как Бог общается с Авраамом. Он знал, кто такой Авраам. Он вообще с ним был практически один из самых близких людей. Но он отказывается от этого всего, от правильной жизни, от Торы, от души, от вечной жизни. Зачем мне это надо? Говорил Лот и пошел в самую грязную точку мира с дом. С другой стороны, когда можно кому-то помочь, он готов на все. Здесь Тора нам показывает, насколько противоречивым может быть человек. Насколько в человеке есть много разных противоречий. И он может в одном себя повести, как ужасный грешник, который... Зачем мне этот Бог? А с другой стороны, как великий праведник. Я хочу помочь людям. Я не могу без этого. Я готов сам умереть и свою семью подвергнуть большой опасности. Насколько в человеке есть противоречия? Дальше в Торе, в недельных главах, мы будем видеть, например, такую ситуацию с внуком Авраама Эсавом. Эсав, это был сын Ицхака, и он тоже, он решил, я не хочу соблюдать, я не буду ничего соблюдать. Он там сделал пять ужасных грехов в один день, там очень-очень много Талмуд рассказывает про его грешную жизнь. Он продал первородство, сказал, я не хочу служить в храме. Первенцы, они служат в храме, они очень такие, у них духовный потенциал очень высокий. Он говорит, я не хочу, на тебе, Яков, я тебе продаю, не хочу служить в храме, не хочу соблюдать. Был разбойником и убийцей, жестоким убийцей. Но когда Ицхак, его отец, дает благословение брату, а не ему, он кричит, у него паника, истерика, депрессия. Я потерял благословение великого праведника, папы Ицхака. Секундочку, секундочку. Эсав, ты вообще из какой команды? Ты же пошел против бога, против бога Ицхака, бога Авраама, твоего папы и дедушки. Ты продал первородство, ты все продаешь, ты отдаешь духовные свои все плюсы и бонусы, тебе на это наплевать, ты убиваешь людей. И ты кричишь, что тебя праведник не благословил? Ты где? И Тора нам опять показывает, иллюстрирует наглядно, что в нас, в людях всегда есть противоречия. Мы можем делать одно правильно на сто процентов и никогда, никогда вот этим вот каким-то хорошим поступком мы не пожертвуем. Мы всегда будем так себя вести. С другой стороны, человек может вести ужасный, отвратительный образ жизни. Зачем нам это знать? Что мы следили за своими поступками и мы понимали, что нужно очень-очень взвешивать, как говорят святые книги, святые писания, на весах мудрости. Ты как себя ведешь, правильно или нет? Ты противоречивый? У тебя каждые пять минут то хороший поступок, то плохой? Или ты постоянно идешь в хорошую сторону? И нужно за собой смотреть, учиться у раввинов, учить Тору и постоянно об этом думать, а я правильно поступил или нет? Потому что мы все полны противоречий. И даже до такой степени, что человек может уйти от Бога, как лод и эсав, но выполнять некоторые заповеди и беспокоиться о благословении от Бога, от Ицхака на сто процентов. Меня беспокоит и это, и это. И все это в перемешку. И нужно очень тщательно следить за своими поступками. Рассказывает Рыбьяков Галинский, что был очень смешной и интересный, поучительный случай в Тель-Авиве, ну наверное лет пятьдесят назад. Был парень, который пошел купаться и вдруг он начал тонуть. Тонет, тонет, тонет и спасатель бежит его спасать. Достают его на берег и рассказывает спасатель всем, что какой-то очень странный случай. А в чем странность? Я его когда пришел спасать, он начал кричать, я к Богу не вернусь, я к Богу не вернусь. Человек тонет, захлебывается и кричит, я к Богу не вернусь. И когда он уже так оклемался от этого ужаса, что человек чуть не утонул, перевел дыхание, его спросили, а что это были за крики, что за странное такое поведение у тебя. И он рассказал, что когда-то он из Литвы, из Польши может быть даже, из хасидской семьи очень праведного человека. И он перестал соблюдать, он перестал соблюдать, сказал отцу, все, не хочу соблюдать, хочу поехать в Америку, в Европу, все, я уезжаю из нашего еврейского местечка, надоело, все. Ну, его пытались убедить, как-то повлиять, братья, сестры, ничего не хочет. Все, он уезжает. Вот, прощается с отцом. И отец ему говорит, выполни последнюю просьбу отца, потому что они жили в такое время, что каждая, вот, если мы сейчас расходимся в разные страны, очень большая вероятность, что мы уже с тобой не увидимся никогда. И так случилось в этом случае. Он говорит, у меня к тебе последняя просьба, идем к Равину за благословение. Ну, сын сказал, я в это как бы, ну, в принципе, не хочу, но ладно, папа просит, последняя просьба, идем. Реба его благословил, и он им, а, и Реба его благословил. И он ему сказал, я тебе даю благословение, чтобы ты не умер, пока ты не сделаешь полное раскаяние и не примешь на себя ярмо небес, пока ты не вернешься к своим истокам, пока ты не начнешь соблюдать, ты не умрешь. Я тебе благословляю, чтобы ты при этой жизни, мы же зачем живем здесь? У нас есть 80 лет. Коронавирус нам показал, что мы очень-очень уязвимы, что жизнь может уйти вот так вот, здоровье, оно, мы очень-очень уязвимы. Зачем мы сюда попали? Чтобы как можно больше достичь близости ко Всевышнему, а там уже в будущем мире быть с ним на 100%, насколько мы здесь себя подготовили. И Реба ему сказал, что дай Бог, чтобы ты отсюда не уйдешь, пока ты это все не поймешь и не постигнешь какие-то вот духовные, вот, не начнешь соблюдать. И сказал этот человек, который чуть не утонул, я начал утонуть, я ничего не соблюдаю, и я понял, что я могу умереть, и я кричу Богу, я к тебе не вернусь. Сегодня я не умру. Почему? Потому что я не готов к тебе вернуться. А Ребе в Польше обещал, что я не умру, пока к тебе не вернусь на 100%. Поэтому ты не можешь меня сегодня забрать. И так и случилось. Он еще не начал соблюдать, и поэтому его спасли, потому что не пришло его время. Он не может умереть, пока он не начнет соблюдать. Вот такая ситуация с этим утопленником, или почти утопленником в Тель-Авиве 50 лет назад. Опять, что мы здесь видим? Человек бросил Тору, свою семью, свою традицию, свою веру. Но что, когда он тонет, он говорит Богу, Бог, ты меня не заберешь. Равин обещал, что я не умру, пока не начну соблюдать. Ты же умираешь сейчас, ты тонешь. Какой Бог? Какое обещание благословения Равина? А нет! Он на 100% убежден, что благословение Равина сбудется. И он не уйдет из этой жизни, пока не начнет соблюдать. Он в этом убежден. Он это кричит, когда тонет. Так, я могу быть в этом убежден и в то же время ничего не соблюдать? Да, да, да. И это то, что мы сегодня говорим, что человек может быть убежден, что Равин прав. И то, что он пообещал сбудется. И в то же время ничего не соблюдать. Вот такой человек противоречивый. И нужно за собой следить. И помогать себе и друзьям в правильном поведении указывать, какой правильный путь. Искать в себе неправильные вещи и их постоянно исправлять. А все правильные поступки, разумеется, укреплять и двигаться дальше в духовном. Спасибо огромное за внимание. Это вот были пару мыслей о недельной главе Вайера. Что мы учим из Лота, про которого мы читаем. Что мы видим в Исаве и в нашем парне, который тонул в Тель-Авиве. Спасибо огромное.